Когда возобновит работу стоматологический кабинет, расположенный в 4-й школе, и возможно ли оказывать подобные услуги на базе других общеобразовательных организаций округа? Эти вопросы обсуждались сегодня на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по социальной политике. Участие в обсуждении принимали представители профильных департаментов округа, руководство стоматологической поликлиники и 4-й школы. Единственная общеобразовательная организация округа, в которой оборудован стоматологический кабинет, 4-я школа. Здесь с 2013 по 2015 годы детям оказывались услуги по лечению зубов. До настоящего времени кабинет не функционирует. Начиная с середины 2015 года были определенные проблемы с замещением этой должности, потому что врач, который работал, ушел по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет. Предполагалось, что стоматологический кабинет вновь распахнет свои двери перед юными пациентами в сентябре 2018 года. Но возникли определенные сложности с документами. Стоматологический кабинет был подготовлен к работе, но там возникли определенные вопросы по оформлению документов, по использованию этого кабинета с стоматологической поликлиникой. Потому что, как было выше отмечено, что ранее это решение было оформлено на уровне муниципального образования, когда полномочия находились там. Соответственно, для продолжения деятельности нужно было оформить все документы в соответствии с действующим законодательством. Для того, чтобы стоматологический кабинет возобновил свою работу, необходимо заключить новый договор. До настоящего времени в адрес руководства школы поступило две заявки от окружной стоматологической поликлиники и индивидуального предпринимателя, которые готовы оказывать зубоврачебную помощь обучающимся школы. Как пояснил заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Евгений Милехин, для заключения договора директору школы необходимо направить в ведомство пакет документов. Если она хочет заключать с Федоровым договор, то надо сделать оценку рыночную, потому что это предприниматель. Мы не можем заключить с ним договор без оценочной рыночной стоимости. Если она готова заключать с окружным государственным учреждением, то этот пакет достаточно без оценки рыночной стоимости. И вот на сегодняшний день, к сожалению, данный пакет в полном объеме предоставлен не был. Как Вера Васильевна уже пояснила, данный пакет предоставлен сегодня. Часть есть, часть будет направлена до конца сегодняшнего дня. Депутаты регионального парламента в ходе заседания поручили ответственным лицам предоставить в собрании депутатов округа информацию о проделанной работе по решению этой проблемы и сроках, которые потребуются на эти цели, пока этот вопрос остался открытым.